Компания Дафф ведет в последнее время себя крайне странно. Казалось бы, гигант, известный в основном в мире тем, что варит мыло, располагается максимально далеко от поп-культуры, фильмов, игр и прочего, но тем не менее именно Дафф пытается то и дело заявить о себе как о важном игроке, когда дело касается кинематографа, а теперь и игровой индустрии. Причем, если в прошлый раз мы ловары напирали на то, что Брейден Фрейзер не заслужил свой Оскар и якобы отобрал его у настоящего прекрасного 300-килограммового актера, то сейчас пришло время компьютерных игр, где Дафф как может проталкивает новые изменения, которые вряд ли понравятся большинству игроков. Ну или понравятся. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Кисфо Геймерс 10% на все, ссылка в описании. Итак, давайте сперва напомним, что происходило в начале весны этого года, когда Дафф, не пойми с какого перепугу, решили наехать на Брейдена Фрейзера и обвинить его в краже Оскара. Дело было после того, как Фрейзер получил награду в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Кит», где он сыграл человека с запредельным весом и множественными личными проблемами, которые пытаются много лет спустя наладить отношения со своей дочерью. Тогда, дабы перевоплотиться в главного героя весом в 250 кг, Фрейзер надевал специальный костюм, как его назвали «Толстый костюм» и проходил длительный процесс грима, и вот компания Дафф решила, что это все неправильно. Казалось бы, какое дело производителю мыло до того, что творится на Оскаре, но выяснилось, что дело есть, так что в официальном твиттер-аккаунте компании появился такой вот пост. «Хватит давать награды толстым костюмам, мы хотим лучшего представительства в Голливуде» и все это с хэштегом «Давайте изменим красоту». И тут, помимо самой бредовости требований Дафф, обращает на себя внимание еще и хэштег о новых стандартах красоты. Это, как я понимаю, речь о весе героя Фрейзера под 2,5 центнера. И если это новый стандарт красоты, который так жарко старается продвинуть компания Дафф, то ей уже ответили медики, которые сказали, что красота красотой, тут у каждого свои стандарты и свой вкус, но вес, подобный герою Фрейзера, это невероятный вред здоровью и почти что гарантировано сокращение вашей жизни, это факт. И пытаясь в своем угаре пропагандировать такие вот новые стандарты, Дафф делает очень большую медвежью услугу тем, кто воспринимает все это серьезно. Но наши любимые производители мыла не остановились и ринулись с рвением, достойным лучшего применения в игровую индустрию. По мнению Дафф, стандарты представления женщин в играх совершенно аморальны и антиинклюзивны, так что их нужно срочно менять. В итоге Мир увидел вот такой вот клип. Его главная героиня, как раз таки, я так понимаю, модель игровой индустрии, вся из себя, но что мы видим, когда она приходит домой? А видим мы, что все это ширма, что на самом деле вот как она выглядит в реальности. Странно, что нам не показали тетку еще и все обросшую волосами, но это, как я понимаю, следующий левел. А пока главная героиня смело отбрасывает все напускное и идет рубиться с монстрами в своем новом обличии. Вместе с сообщением о том, что 74% женщин-геймеров считают, что в компьютерных играх есть недостаток инклюзивности. Кстати, девчонки, кто любит поиграть, напишите в комментариях свое мнение, согласны ли вы с таким утверждением или нет. Вас особенно сейчас интересно услышать. Ну и уже обращаясь ко всем, подписывайтесь на наш канал, если вы все еще с нами неофициально ждем вас. Ну а кто хочет увидеть подборку самых горячих игровых женских персонажей за всю историю гейминга, приглашаем всех в наш телеграм-канал, ссылка ждет под видео, или прямо сейчас жмите на подсказку в правом верхнем углу. Что же касается клипа, кстати, у него на 138 жалких лайков более 3000 дизов, ничего такое соотношение. Так вот, видео заканчивается гордым дуэтом настоящих новых героинь гейминдустрии и призывом сделать виртуальную красоту реальной. И тут как бы чисто в теории можно сказать, что да, понятно, что в играх в основном женские героини уж очень гиперболизировано соблазнительные, с плюс-минус одинаковыми стандартами, но блин, при этом говорит, что все должны тащиться от, скажем, дамочки, что слева, ну извините. Скажу грубо, но честно. Мало кому прям страшно нравится толстый живот, выставленный при этом специально на всеобщее обозрение. Причем вне зависимости от пола, если бы сейчас перед нами был мужик, выставивший волосатое брюшко, думаю, женщины тоже не визжали бы от восторга. Так что DAF не пытается сделать виртуальную красоту реальной, они наоборот пытаются притащить в виртуальный мир какие-то свои непонятные стандарты. И главное, как показывает ряд игр, это постепенно начинает действительно происходить, отчего геймеры, мягко говоря, не в восторге. Но судя по сообщению во все том же видео, что DAF в своих трудах запартнерились уже с Unreal Engine, впредь такого рода перемен будет определенно больше. Что ж, я не геймер, меня просто удивляет запредельная активность DAF там, где казалось бы их никто не ждал, а вот настоящие геймеры любого пола, напишите, что вы обо всем этом думаете в комментариях под видео, будет прям очень интересно почитать ваше мнение. Мы же на этом закругляемся, не забывайте подписываться на наш канал и на нашу телегу, ссылка ждет под видео. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.